Субтитры делал DimaTorzok Видите, звезда от нее как бы струится вниз И вокруг ангелы, которые играют на музыкальных инструментах, несут мне весь рождение Христа Далее над звездой Архангель Гавриил и Дева Мария, сцена Благовещения И в гроте сцена коронации Девы Марии И вот посмотрите, где Архангель Гавриил и Дева Мария, вокруг такие бусинки и медальончики Это опять-таки розари, четкие В католической религии четкие символизируют три таинства Таинства, связанные с рождением Христа, с его страданиями и с последующим вознесением У храма как раз будут три фасада Рождественский, Страстной И с левой стороны будет построен центральный фасад, посвященный славе Христа Или вознесению Христа То есть в основе символики храма символика четок Поэтому Гавриил не просто так их повесил для красоты А как бы дает ключ к пониманию символики храма То есть идея была показать вот эти вот три таинства Далее С левой стороны у нас находится Надежда В виде Мальчика Христоса со Святым Иосифом А внизу две сцены С левой стороны Святого Семейства на пути в Игипет Напротив сцены убиения младенца То есть две таких очень драматичные сцены Идея такая, что в сложных ситуациях Надежда нас покидать не должна И в гроте сцена помолвки Марии и Иосифа С другой стороны Вера И вот в центре, видите, мальчик сидит в храме Христос спорит с фарисеями Мария и Иосиф заходят в храм и с удивлением видят спорящего Христа 11-летний мальчик сидит, спорит с бородатами и плосами Конечно удивляется, видите, он с удивлением смотрит на спорящего Христа Далее, крайняя справа фигура Христос Изображен работающий в мастерской святого Иосифа, плотником Напротив две женские фигуры, сцена посещения Девы Марии и Святой Елизаветы А в гроте представление младенца Христа в храме Иерусалима То есть видим историю первых лет жизни Христа Большое количество растительного и животного мира С одной стороны растительный и животный мир святой земли Где здесь все происходит С другой стороны Каталон Место, где храм находится И вот среди этого разнообразия выделяется три пальмовых дерева Видите, две больших пальмы, они подписаны Мария и Иосиф И маленькая пальма символизирует Христа Там лента все члены семьи Христа начинают от Авраама А Авраам был из членов семьи Христа Ну как бы считается, что это все без Авраама Там царя Давида и и так далее И Христа доводят в генеалогию Черепаха в основании пальмы Причем здесь черепаха Дело в том, что в католической религии черепаха символ Силамудрия Святое семейство Силамудрия как бы подходит Но они разные Здесь у нас черепаха ползает А там плавает Морская и земная Помните, у Барселоны природные границы горы и моря То есть на самом деле Храм в этот момент находился на окраине города Но Гауди не поленился и высчитал, что храм находится в самом географическом центре города Равноодален как от моря, так и от гор То есть черепахи дополнительно показывают расположение храма по отношению к природным границам города Видите, декоративные элементы из природы Ворота Это металл, да? Да, это металл Природа его единственный учитель, поэтому декоративные элементы в основном были взяты из природы Слушай, просторно здесь Очень просторно Еще, конечно, невероятной красоты все это Здравствуйте, извините О, извините Строго с этим что-то Здесь тоже в музее Да, друзья В иные места без кипы не пускают А здесь вот В шапке нельзя Так, хорошо Света, будешь носить мою шапку, а то я с камерой Мне две руки иногда нужны Да По масштабам, в принципе, мы можем сравнить Там с этого семейства с крупнейшими готическими кафедральными соборами Никакая проблема при строительстве таких сооружений построить крышу Значит, в средние века как она решалась? Снаружи пристаивали контрафорсы Эти арки, которые брали на себя часть нагрузки, отводили ее на фундамент Дело в том, что Гауди был против контрафорсов Контрафорсы — это антинатуральные Какого-то ребра выяснены за пределы тела Поэтому снаружи мы там никаких контрафорсов не видим Решение внутри Видите, у нас храм разделен на пять проходов На пять нефов Центральный неф и два боковых с каждой стороны Колонны, которые делят все это пространство на нефы Они выглядят как деревья Да То есть каждая ветка дерева поддерживает часть свода За счет этого нагрузка распределяется равномерно Переходит на фундамент Нагрузка со стен снимается А колонны из чего сделаны? А колонны из чего сделаны? Снаружи мы видим различные камни Да То есть парфир, базальт, различные виды гранита Внутри железобетон А, окей Ну помните, мы говорили Формы, пропорции от Гауди Технологии современные Ну что, друзья Ну что, друзья Ну что, друзья Здесь видно, что Здесь видно, что Музыка и баллы Солоночка Нашли Вот 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 Выглядит оно внутри как совершенно современное сооружение В принципе, оно и есть современное Потому что построена Ну да, точно Я вот когда первый раз зашел Были вот только два фасада И до этого вообще ничего не было Вот Но Все формы идут от Гауди Пропорции Посмотрите, здесь у нас тоже Современные такие элементы, видите Скульптура Святого Георгия Это строители каталонцев Конечно, мы его еще увидим с вами Но Гауди хотел видеть Святого Георгия Как он им должен выглядеть Георгия Я бы там ничего не сказал Каждое поколение должно по-своему представить Гауди говорил, что что касается декоративных элементов Каждое поколение должно принести что-то свое на строительство храма Ворота Это на самом деле не настоящие Это фотографии Настоящие они находятся со стороны улицы На воротах Отчинах На каталонском языке И слова той же самой молитвы На 50-ти различных языках храма Это дизайн Суверакса Того уже скульптора Что сделал Георги 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 будут Георги 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 Ты думаешь, что это? – Нет. – Ты думаешь, что Марианта? – Нет. – Ну, Марианта. – Марианта. – Она с этой стороны. – Что? – Что? – Что? – Что? – Что? – Это так? – В Пане был крест, созданный скульптором Мани. На хресте такая же вот фигура, которая как бы провищает подтягивку собственного тела. То есть... – А я не раз вижу что вот таким продуктом. Это наиболее древняя часть храма, ну как древняя, первая часть построена при жизни, еще не только Гауди. Мы сейчас немножко пройдемся и посмотрим. Это называется крипто, как бы потаенная часть храма. И здесь же Гауди похоронен. А мы сейчас немножко обойдем и увидим это место. Да, вот там, там плита лежит, он там похоронен. Вообще, конечно, удивительное сочетание такого совсем современного здесь и чего-то такого столетней давности. Задумка столетней давности. Ну, конечно, если сто лет строить, Свет, а вот эта сейчас настолько современная. Да, очень современная, да. А, посмотрите, даже винтовая лестница, которая, в принципе, должна была быть очень старой, с современными перилами. К сожалению, на этой камере мы не можем наехать на винтовую лестницу, но вот, я надеюсь, ее видно там впереди. Это страстной фасад. Страстной, да, раздельцовский. А вот это более злой, как бы. Более злой, да. И эта идея была у самого Гауди, потому что если там у нас жизнь, радость, здесь смерть, страдания. Поэтому очень лаконичный. Нет никаких декоративных элементов, только как прожектором высвечиваются сцены из последних трех дней жизни Христа. Вот в левом углу начинается история сцены Тайной Вечери, видите, Христос с апостолами, один из них смотрит в нашу сторону, в руках 30 серебряников. Иуда, да. Далее идет поцелуй Иуды. Похоже на этих манусов, которые были добрые, такие вот, да. Сцена предательства. Кстати, тут же, Марк 14, 45, показана глава Евангелия, откуда сцена заимствована, да. Сцена бичевания Христа привязана, как первое вот наказание, предшествующее распятию, святой Петр, который во время Тайной Вечери сказал, что всегда будет следовать учению Христа. Христос сказал, ты отречусь от меня три раза до того, как покричит Петух. Видите, как будто три женщины символически представляет треекратное обещение. И Петух там тоже представлен. Вот последняя сцена, там Понтий Пилат показывает Христа народу Иудеи. И второй ряд с восхождением на Голгоф. Первое, второе падение Христа, подтяжка Христа. Вероника подошла к Христу, чтобы оттереть пот с лица его. Мы видим, на платке появляется изображение лика Христа. Представите, у самой Вероники нет лица. Вот отсюда вид удивительный, смотри, вот туда. Бабах. Прямо как из диснеевских мультиков. Понятно, что там на шпиле лев сидит. Вы видите, голова левела? Вот она, на шпиле. А вот там, на... Вот скат идет вниз, да, галерея? Да, да, да. И там лев. Так. Это уже второй лев, который туда сядет. Первый получился очень из мультика. Все смеялись и решили поменять. То есть, видите, иногда даже что-то неудачно получается. Меняет. То есть, походу, все это в процессе находится. Я не знаю, почему, но какое-то такое диснеевское впечатление немножко от этого. Какая бы ничего общего, но... Но с другой стороны, структура фасада идет от Гауди. Мы сейчас вот пройдем через музей, увидим эскиз к фасаду. В принципе, формы идут от Гауди. Должно будет быть 84 колокола. А вот этот от Лилии при жизни Гауди, он такой длинненький, поскольку башни такие тоже длинненькие. Соблазн большой по нему постучать, но я думаю, что, наверное, нехорошо. Вот не будем, не будем стучать, но хочется, но хочется.